Но мы уже в студии не одни, поэтому хочу представить нашего гостя. У нас в гостях Виктор Реутов, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернацкого. Доброе утро. Доброе утро. Виктор, давайте начнем. Влияние пандемии коронавируса на экономику Крыма. Есть оно или все-таки нет? Ну, давайте так, разделяем. Экономика Крыма, все-таки ситуация такая у нас довольно стабильная. В отличие от мировой экономики, где наблюдается уже не только рецессия, но уже многие экономисты прогнозируют просто очередной глобальный кризис в связи с изменениями в производстве, с изменениями цен на нефть и так далее. То есть здесь, если в Крыму посмотреть, то ситуация, ну вот допустим, цены на основные продукты питания, темпы роста экономики, производства экономики Крыма. То есть мы сейчас не наблюдаем каких-то определенных серьезных негативных изменений. Сометных скачков. Скачков, да, да, да. То есть если мы посмотрим на объемы производства, то за последний месяц они практически не изменились. То есть они остались такие же, как и были в начале года. Если посмотрим на цены на основные продукты питания, да, в определенные дни в определенных торговых центрах можно было наблюдать увеличенный спрос на отдельные продукты питания, длительного хранения. Но официальная статистика в Крыму, Крымстат, данные у меня здесь есть, они не фиксируют серьезного изменения цен на те или иные продукты питания. Ну и позвольте тогда я хочу уточнить, на какие продукты питания, либо товары, все-таки цены увеличились, а на какие, казалось бы, говорят, что да, но нет, что самые главные цены в вашей статистике? Последние данные Крымстат опубликовал 16 марта на основные продукты питания. Я так думаю, что сегодня еженедельно публикуются, и сегодня будут какие-то возможные корректировки, но последние данные, которые есть сейчас, на 16 марта, допустим, вот крупа гречневая, 64 рубля 77 копеек, средняя цена по Крыму. Она варьируется в зависимости от региона, от 61 рубля в Евпатории, ну и до... А вот как считает, я просто недавно видела немножко более высокую цену у нее. Еще раз подчеркну, это официальный мониторинг Крымстата. Все, поняла. То есть это не в конкретном магазине, это не в конкретном торговом центре, это данные, которые публикуют Росстат. Нам нет оснований им не доверять. А могут как-то участники сами в обход ФАС увеличивать цены, накидывать еще 20-30 рублей сверху? Вы знаете, с 91 года, когда у нас в стране началась рыночная экономика, у нас стало отсутствовать такое понятие, как спекуляция в законодательстве. То есть есть четкие рамки, принципы работы рыночной экономики, и если раньше они назывались спекулянтами, то сейчас они называются предпринимателями. Но в этом отношении, да, отдельные, допустим, предприниматели, особенно в районах небольшие магазины, если у них там осталось, например, небольшой запас, а спрос есть, это естественная реакция поднять цены, чтобы этот спрос удовлетворить. Но у нас же нет дефицита той же туалетной бумаги. Я смотрю столько фотографий в социальных сетях. Вот правда, открываешь ленту, и прям видишь, как люди покупают, полностью багажники забивают себе. Дефицита нет, вот в этом Крым, наверное, отличается от других регионов. То, что все-таки население, во-первых, более сознательное, во-вторых, нет ажиотажного спроса на массового ажиотажного спроса. Есть, как отмечают некоторые эксперты, тот же Крымстат пишет, что спрос, как вот перед праздниками, 23 февраля, 8 марта, Новый год. То есть есть определенное повышение спроса на отдельной категории товаров, но массового панического изменения спроса нет. Давайте с вами попробуем спрогнозировать ситуацию. Вот при том, как она сейчас развивается, стоит ли ожидать, что в будущем все-таки цены на продукты питания, да и не только, будут расти? Скорее всего, здесь, опять же, возникает вопрос, как долго продлится ситуация с падением рубля в связи с изменениями цен на нефть. Я не думаю, что это продлится долго. У экономики России огромный запас. Даже если цены на нефть будут на уровне, допустим, 30 долларов. Мы недавно цифры озвучивали, что у нас там... В течение нескольких лет, да. То все равно фонд национального благосостояния, резервы, государства позволяют держать ситуацию под контролем. И даже в течение 5-6 лет. Но я так думаю, что это все равно не понадобится. Следующий момент. То есть то, что в Крыму, как будут цены меняться, не меняться. Все равно импортное сырье, импортные материалы, импортные комплектующие есть. Они еще растут. То есть цены все равно могут расти, но не сразу. То есть вот этот лак в 1-2 месяца, если ситуация через 2 месяца выравняется, то мы практически не заметим этого роста цен. 2,6% инфляция по прошлому году. Но в этом году оно будет на уровне 4-5%. Тогда это то, что правительство закладывало в... Рассчитывали, например. Я так думаю, что этой ситуации будет достаточно. Хотя прогнозировать цены на нефть, это самое неблагодарное у экономистов. Прогнозировать курс валюты, это самое неблагодарное у экономистов. Потому что это не поддается никакой логике, не поддается никаким адекватным прогнозам. Ну и лично вы. Вы пытались что-то уже купить впрок? Или вы все-таки с трезвым умом и здравием? Конечно, любая покупка впрок – это лишняя трата денег сегодня. То есть я думаю, что... Ну, я лично... Интересно. Нет. Лишнее... То есть нужно покупать то, сколько нужно тебе сейчас. Другое дело, что если смотришь, как все это делают в округе, интуитивно хочешь, значит люди знают лучше, чем ты, значит ты просто чего-то не знаешь. Нет. Потому что зависит от каждого. Покупайте то, что вам нужно сейчас. Призываем крымчан успокоиться, да? И не ломиться в магазин, и не тратить свои выходные на то, чтобы тащить эти огромные тележки с крупой, которая быстро потом испортится в конце концов, да? Естественно. Необходимости в этом никакой нет. Виктор, вам хотим выразить огромную благодарность за то, что это утро вместе с нами встречаете. Но нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас Виктор Реутов, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления КФУ имени Вернацкого. Но наш эфир продолжается, и прямо сейчас давайте посмотрим новости интернета. Продолжение следует...